Привет стратегическим жевжикам и сочувствующим! Вы слышите Алексиса VI клапсуризму императора Византийской империи. Ну, во всяком случае, в Сидмейр Сивилизайшн 6, на уровне сложности божество. Думаю, местные люди, которые тут же вот меня уже называют Индонезоборцем, ну, потому что мы борем Индонезию, мне так кажется. Всей мощью нашей культуры премся к Тагме, уникальному юниту Византии. Да, кстати, напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, а если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании. Мне надо еще 9 очков и осталось 7 ходов. Ну, вот смотрите, 7 ходов-то осталось, но мы примерно через 5 или 4 хода, но это зависит от того, как ускорится наша монархия. Откроем Тагму, соответственно, два храма построим. Соответственно, это 4 очка, когда мы ее сделаем, будет. Плюс мы саму монархию примем. Так, а еще вот, видите, выход средневековья тоже очко даст. Открытие госслужбы очко даст. Математику откроем. И, наверное... Блин, я бы водяную мельницу еще... Ну, водяную мельницу, кстати, и в Константинополе. А сколько аренов в Константинополе? Именно до арены уже, чтобы Тагма появилась. 4. Прямо все еще театральную площадь никак не даст. Ну, кстати, здесь уже придется отложить, а лучше водяную мельницу после храма. Потом арену. Такая будет у нас очередность. Да, тут странно мечник встал. Так, сколько нам дадут веры? За... О, еще и за это. Опять! Слушайте, я обратил город в очередной раз за убийство мечника. Какой город? Бадунгу. Я их не вижу, эти города. Они где-то вот тут вот находятся. Сколько у нас в итоге? Пока под нашей религией. Так, 8, 13, 8. А у буддизма... Нет, не у буддизма. У индуизма, по-моему, да. 5. А вообще городов у... Индонезии... 4. Осталось. То есть он там... Я надеюсь просто, что за Индонезией будет еще какая-то цивилизация рядом, чтобы можно было продолжить... Нападение. Но только... Но только не Корея, потому что 129 науки, это трындец. Это трындец. Так. Тут у нас... Бегает... Воин Индонезии. Но мне кажется, он тут мне ничего не сделает. Пожалуй, не буду беспокоиться по этому поводу. Так. Арбалет город обстреливать не может. Видите, тут все закрыто лесами. Давайте, наверное, поменяю их местами. Эти плюс 36 даст городу. Пускай он пока тут стоит. Значит, я вот сюда нах... У меня с другой стороны. Наверное, лучше сюда подходить пока. Так. Отсюда я хоть смогу кого-то обстреливать. Свернайте недостаточное довольство. Это нормально. Так. Тут я арену уже строю. Дальше. Мне нужно... Здесь... Да, давайте я, наверное... Сколько тут будет строиться ипподром? 11 ходов. Наверное, стоит купить здесь строителя. Я... Я очень надеюсь, что я выйду в Золотой Век. Но я боюсь, что я выйду и в Темный. Есть высокая вероятность этого за 7 ходов. И поэтому я не покупаю поселенца за веру и не ставлю... Я куплю, наверное, поселенца перед тем... Ну, перед самим выходом, чтобы... Так, а нужен мне тут рабочий? Я вот думаю, здесь только куплю. А тут сколько, кстати, стоит ипподромчик? 4. Тут он быстро. Три-четыре. Вот здесь надо, чтобы тут вот вырубить тропические леса и поставить... Ну, еще и виноград, кстати, обработать. Потому что, почему с ресурсами не с кем поторговать. Чай. А, у нее виноград есть. Блин. Это я сам осудил Корею в надежде, что она мне войну объявит. Но не сложилось. Так, пойду-ка я, наверное, сюда скаутом. Исследовать. Так, пока стоим. Тут мы вырубили под храм. Но больше пока... Или поставить здесь. Я все равно после храма тут буду арену строить, так? А-а-а. Топ, я тут как раз ипподромы не строил. Мне надо до восьми вырасти... Э, до семи. Тут жилья не хватает. Тут нужен амбар. Тут нужен... Давайте я, наверное... Я пока... Я еще не скоро здесь построю промышленную зону. Блин, тут, конечно, бы акведук надо было строить. На самом деле. А не амбар. Хотя нет, подождите. Акведук даст только две единицы жилья. Как и амбар, собственно. Так и смысл мне... Акведук. Если он дороже... Да, ладно. Давайте пока тут тоже поставлю шахту. Да. Какое-то производство... О, впорил. Два хода, а не три теперь. Так. Ну, по идее... По идее... Должен смочивать в золотой век. Тем не менее... Ждем. Так, никакого мира с Индонезией мы не заключаем. Личненько. Так, а тут мне не болото случайно. Так, вот эти средние холли открыли. Есть ничего, что ты можешь сделать. Все вокруг тебя есть математика. Все, что ты можешь... Дипломатический квартал. Консульство Петра. Так, еще и госслужбу. Довольство в городах сгранили. Ну, вот союз мне не с кем, к сожалению, заключать. Тут, пожалуй... Ничего менять не буду. Монументальность пока оставляем. Все, пока оставляем. Так, у меня еще три посла. Ну, некуда... Некуда их отправлять. Лук Рис. Ага, тут я не имею минуса. Правда, он имеет плюс к обороне. Но так, я первый стреляю. То, соответственно... Плюс три атаксис. Я просто жду, когда я... Знаете, что меня еще интересует? Если я захвачу Индонезию... Индонезия же основала индуизм. И, соответственно... Ну, я уже точно ее город, свою религию обращу. Будет ли это считаться... Ну, то есть плюс три... За обращение священного города. Хотя он на моей территории. Или надо, чтобы он... Чужой империи именно принадлежал. Слушайте, а давайте мы рабочего этого захватим. Что он тут стоит? Вышел, понимаешь. Ну, три заряда. Вообще зашибись. Так. Пока не буду апгрейдить лучников. Мне бы хотелось все-таки хоть какие-то денежки на апгрейд в Тагму получить. А не только... Оставить. В смысле, а не только... Просто, видите, я не выхожу в наемники. Я, собственно, тут наемников будет недалеко после Тагмы. Не, далеко. Военную подготовку. Два хода. Шесть ходов феодализма. Фермы вряд ли шесть штук построю. Так. Ну, тут пора. Этим еще и денег не хватает на... Выкуп клеток всех, которые я хочу. Отменим пока строительство ферм... Гавани. Правой кнопкой отменяется, кстати. Раньше этого нельзя было сделать. Сюда. Вырубаем. И ставим ипподром. Шесть ходов. Так. Надо... Сейчас следующим ходом мы посмотрим, сколько до божественного права. Но, походу, я успеваю. Так. Водяная мельница. А арена сколько строится? Три. Может, все-таки арену? Водяная мельница мы чисто для строительства. Кстати, а вот давайте еще и драмоны откроем. Правда, в этой партии мне вряд ли они понадобятся. Хотя, в Никее... Блин, я бы в Никее еще и Петру попробовал бахнуть. Тут прям не так уж много. Ну, вот если Петра сюда встанет, то хотя бы вот эти клетки нормально работать будут. Так, там у нас Франция. Ну, пойдем, наверное, в эту сторону исследовать. Да. Да, большевата карта. Или, скажем так, маловато цивилизации на ней. Тут, конечно, надо было больше ставить. Ну, пойдемте в эту сторону из... Блин. Ровно подмеченько вышел. Там Альгамбру построили, Чеченицу. Ну, Альгамбра может быть и круто, но Чеченица мне... У меня не так много гор тут. Так, три хода до Божественного права. Три хода, пять ходов, арена. Четыре хода. Ну, давайте уже достроим водяную... Блин, четыре хода, да? То есть пять ходов нет. Мне надо сначала арену, иначе у меня тагма не появится. Как раз четыре хода появляется тагма. Так, сколько у меня очков еще не хватает? Три. О, слушайте, так я выхожу в Золотой Век. Блин, просто решил отойти и потерять арбалет. Сколько мне добавится? А, или не добавится? Нет, добавилось. Пятнадцать. Пятнадцать? А почему так мало? Добавляется ж от половины силы. А, ну да, мощь в ближнем бою тридцать. Немного. Так, теперь я попробую... Посмотреть. О, Бадунг. Опять он обратил в индонезийскую... Она обратила в индонезийскую религию. Не думаю, что он арбалетом сможет мне этого коня убить. Так, давайте тут... Олени обработаем. Блин, надо было сюда идти, наверное, кампус попробовать. Поломать. Это науку даст. Так, чувак, ты реально хочешь тут высадиться? Давайте я сюда лучше отойду, чтобы он сюда под... Под... Вулкан высаживался. Так, пять ходов тут норм. Пять ходов. Четыре. Ну да, получается, смотрите, мне не хватает вообще-то три очка. Может у меня без стагмы как-то... Я одну получаю очко за божественное право, а одну за судостроение. Где бы мне еще одно очко получить? Может... Блин, мне бы мечника сделать... Я же железо, по-моему, еще не использовал вообще ни разу, да? Лошадей использовал, а железа нет. Да, вот жалко, мне тут дуболом хрен знает, где ходит. Я уже не успею вернуться для апгрейда. О, где? Скаута индонезийского нашел. Ммм, может как раз в Антиохии построить мечника. Четыре хода. А в Трапезунде? Пять, блин. Да что ж такое в Тернете? Нет, в Тернете будет долго. Тоже пять. А у меня как раз пять ходов. Просто не хочется тагму делать ради очков эпохи. А можно на следующую эпоху это перенести. Но я могу в Константинополь. У меня, конечно, в Константинополь самый мощный. Тут три хода как раз. Давайте, может, так и сделаем. Ну, потому что, смотрите, открытие каждой тихии это одно очко эпохи в этом режиме. Три очка. Давайте посчитаем. Судостроение точно открою. Божественное право точно открою. Так. Это два очка. Мне не хватает одного очка. Одну очку дадут за использование какого-нибудь ресурса. Еще давайте подумаем, точно ли я не использовал железо. На что я мог его использовать? Да нет, не использовал я. Не использовал. Ну, да. Ну, блин, если что, всегда я смогу тагму еще сделать. Так что... Работаем. Пойдем, пожалуй, полечимся. Тут амбар завершен. Можно подрасти немного. Делать ли тут ипподром? Наверное, да. Мне кажется, тут ипподром и вообще везде надо делать. В Десик. Если я здесь поставлю ипподром, давайте вот так сделаем. Тут ипподром. Тогда тут театралка. И тут театралка, получается. Не, что я говорю, что я делаю? Тьфу-ты. Конечно же, тут... Нет, стоп. Так, туплю. Тут ипподром. Тогда здесь театралка. И здесь театралка. Видите, это будет театралка на плюс четыре. Две. Так, отличненько. Вот мне только непонятно при игре за Византию, откуда науку брать на самом деле. Только от размеров городов получается. Так, как раз пять ходов. Да так мы... Пять. Пять. Ну, вроде все окей. Что еще построили? Киллу Киси Ваня. Чит. Нифига себе. У меня даже кто-то 20 золота тырит. Уже. На 67-й ход. Видели, дуболовом сейчас пыталась Индонезия высадиться? Смешно было. Так, ну я, наверное, сначала убью, а потом апнул коника. Да нет, нет. Кухонаконику, блин. Это... Это неожиданно. Это было неожиданно. Это было неожиданно. Ну, пока что... Что тут добавить? Через семь ходов. Ну, пойдем сюда ферму делать. А вот этим пока просто постоим в городе. Не хочу ничего вырубать. Не хочу ускорять. Так. Два хода мечник. Четыре хода до эпохи. Да, ну арбалет убьет коня. К сожалению, мне тут не повезло. То есть мне должен был конь сюда встать и вербать. Хотя, арбалет и тут мог его убить. Блин, тут дорога. Надо было апаться. Ай. Ну, отъеду. Хорошо. Так, тут у нас еще строителя. Есть заряды, но обрабатывать пока нечего. Не хочу тут вырубать леса пока, потому что... Хотя можно тут, кстати, держать на будущее. Но не хочу вырубать, потому что они еду дают. То есть тут будет две еды, два производства. Если вырублю, будет одна еда, два производства. Ну, не знаю, давайте пока... Ну, давайте подходить. Нам, конечно, в первую очередь надо будет бадунку захватывать. Потому что тут через эти дырки в одну клетку фиг пройдешь. Влечемся. А тут, кстати, дуболома убили. Или он куда-то тут спрятался. Так, гавань сделали. Ну, и подром. Просто я хочу во всех городах получить по... А, блин, три хода. Три хода это что-то быстрое. А, ну давайте до одного хода доведем. Стоит переключусь на маяк. Хороший, кстати, город я поставил. Он хорошо такой, хорошо работает. Эх, не апнуться. Никак. 20 золота какая-то тварь сперла. Пакеда коник. Ну, ты не смог дуболома убить. Ты был обязан его убивать и не смог это сделать. Как бы так сделал, чтобы на каждый ход у меня мир не просила. Так, ну, следующим ходом понятно будет. Выхожу я. Ну, что-то я быстро это сделал. Думал, вроде дольше все это будет. Так, дадут мне? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, ровненько стоит. Очень хорошо. Еще и православие. Ну, просто чтобы науки. 40 науки. Извините, у меня меньший вход. Давайте. Это водяную мельницу я все еще хочу построить. Что я точно не ускорю? Контерфорс точно не ускорю. Военную тактику, я думаю, тоже не ускорю. Давайте контерфорс пока. Три хода сразу. Класс. А всего лишь разграбил. Тем более, кстати, я захвачу бадунками, я буду опять... Это, слушайте, это я очень в тему взял пантеон. Это очень хороший пантеон получается. То есть мне даже священные места не нужны особо для того, чтобы веру набивать. Давайте я, наверное... Блин, думаю уже купить. Давайте я в Трапезунде куплю поселенца уже. И поведу его. Я все-таки хочу здесь ставить город. Нету... Пресной воды, но... Он тут более круче будет. Я просто сразу бахнул как ведук. И все будет норм. Так. Постоим. Что это? Только не говорите, что он где-то может город поставить. Нет. Только тут, если... Ну... Возможно, я зря поселенца покупал. Мне тут вот ведут... На убой одного. Постою. Тут тоже постою, пока не вырубаю. Покупаю. Лян. В Дессу прибыла. Теперь даже без карточки у меня рабочие с пятью зарядами можно покупать. Я, наверное, буду их покупать. Мне как бы... Больше не надо. Вера ни на что. Так, паникей. Недостаточно. Ага. Можно на производство переключить. Так. Смотрим, чтобы у меня раньше времени... Нигде не достроились арены или ипподромы. Два хода. Надо проверять. Так. Выхожу в божественное право и достраиваю мечника. И, по идее, мне этого должно хватить для выхода в золотой век. А я думал, не смогу выйти. Ну, то есть... Французин, какой, чтобы я с ней торговал? Что это вообще такое? Не провоцируй меня без нужды. Так. И монархию я, наверное, пока не буду принимать. Именно до того... Да, ну, похоже, 97... Даже перевыполнил план, слушайте. А почему перевыполнил? Ну, то есть, я понимаю, что я за мечника. То есть, мне даже и мечника можно было не строить. Хм. Так, значит, тут мы откладываем на один ход. Тут два хода, два хода, два хода. Тут я построил амбар. Можно опять на рост ставить. Так, хорошо. Ну, я не знаю. Я даже, наверное... Мне кажется, он ведет поселенца сюда. Пытается. Ну, пф. Зачем защищать поселенцев? Правильно? Правильно. Так, если я сюда встану, у меня, по идее, обстрелить... О, это тут... Блин, тут все-таки Корея. Блин, как я под арбалет? Варварский-то встал. С хвачками. Ну, там Корея еще дальше должна быть. Корея должна быть уже по науке. Где? В промышленной эре. Вот здесь. Ну, конечно, посмотрим, насколько так мы крутые будут с ними плюс четыре рядом. А там Корея случайно не пытается... Нет, Корея с кем-то воюет. А, это я. Это Индонезия. Индонезия тоже с кем-то воюет, между прочим. И Корея с кем-то воюет. Ну, окей. Ладно, посмотрим. Так, два хода. Мне надо что-то два хода под какой-то... Во, военную подготовку давайте. И я тогда монархию приму. Строительство чудес. Производство к юнитам кавалерии. Ну, тоже можно поставить тагмы, например, строить будет. Но не сейчас. Сейчас пока пускай так все стоит. Давайте сюда встану. Тоже пока стоим. Пускай меня эта катапульта обстреливает. Замя рабочих, конечно. Ну, и давайте в антиохию подплывем. Тут есть что обработать. Вот это можно обработать. Давайте мы, наверное... Тут можно посмотреть. Нет, нельзя. Я бы, наверное, вот здесь поставил театралочку. А сюда, скорее всего, кампус. Я не знаю, стоит ли мне так много театралок вообще стать. Что-то я ставлю просто театралки... Везде... Так, что такое? Почему я постоянно каварерскими каким-то арбалетом? Почему они вообще тут есть до сих пор? В трапезунде амбарном надо до семи... Ну, наверное, рынок. Тагму уже... А, давайте еще глянем, сколько стоит апнуть в тагму. 160 золота, да. Без вариантов. Как я и думал, что мне не хватит. То есть, мне надо наемников открыть, на самом деле. За 80 золота потихоньку апать... Мои прокаченные... Мои прокаченные коляски. Блин, а что я и не апнул? Ладно, я не думаю, сейчас этот арбалет может убить. А вот там убить... Убить мне... Скаута может. Ну, может... Да, блин. Вот скаута неприятно. Хороший скаут на две. Наверное, отойду. И потом апну уже. Стоим. Да, что-то я даже одну лишнюю очку... Не, а он просто... Просто... Просто Индонезия привела мне поселенцев. Ну, давайте вот тут тогда где-то поставим. Тоже хотел. Собственно, на этом у меня даже расселение и закончится. Все остальные города я буду только захватывать. Как хотел расселиться, так и получилось. Поздновато. Хотя, слушайте, 70-й ход, это не поздновато. Это нормально. Компьютер мне вот тут предлагает, но я сюда хочу. Туда поведу. Стоим. Так, ну, тут я уже отправил идти. Стоим. Два хода, один ход. Слушайте, я вот не увид... Ну, по идее... По идее, начинается век, и только потом появятся юниты. Поэтому давайте, наверное, собственно, и построим. Так, один, два, один, один, один. Да, и как раз монархию приму. Так, окей. Смотрим. Да ты надоела. Какие-то требования ко мне. Блин, у Индонезии 108 науки, что ли? Да. Кто-то разогнал Сатурану. Он там университет и достроит. Кампус на 8. Потому что мне надо этот кампус разграбить. Пойти. Статуя Зевса. Может, пост... А, у меня нет военного лагеря еще. Так, значит, во-первых, берем монархию. Блин, почему? У меня такое содержание. Там же говорится, что не требуют содержания эти юниты, которые создаются. Вот у меня сейчас минус 12 стало. Ничего себе. Ну, блин. Ну, у меня даже торговых путей нет. Я даже не знаю, откуда у меня деньги теперь взять тогда. Ну, у меня до города захватывать, очевидно. Так, содержание убрали. Ну, не знаю, ставить производство юнитов? Нет. Мне надо явно... Присоздание военных. Блин, тоже... Ну... Ладно, давайте, подположим, бастионы поставим. Жалко, нету карточки, чтобы наносить урон, когда даже раненые юниты. Может, это дальше, кстати, откроется. Ну, давайте, допустим, с карнизоном еще возьму. Тагма плюс 4. А, вернулась обратно, пересчиталась. Видите, было минус 12, стало... Минус 0,6. Но все равно... Я не понимаю, почему... Было плюс 10. То есть, эти тагмы не должны были так сильно повлиять. Так, еще раз смотрим. Наземные юниты в пределах одной клетки от тагмы получают плюс 4 к боевой мощи и к религиозной силе. Теперь, конечно, вопрос, складываются ли эти способности нескольких тагм. То есть, будет ли это как с Лионеро. Так, этой фигней пойдем кампус грабить. Плюс у меня тут еще будет плюс 10 в этом городе. Так, на минутку. У тагмы. Так, быстрее. Блин. Да, наверное, так, пушу отправлю. Тут... Ну, мне их надо объединять. Мне их не стоит в разных местах, да, атаковать. Надо как-то вместе делать. Так, тут сейчас появится. И я, пожалуй, тут в следующую водяную мельницу... А, тут она и так стоит. Потом театральную площадь доделать. Дальше мы в наемники идем. Блин, как так Индонезия науку раскочегарила? Мне сейчас еще, может, и не хватит ее завалить. Знаете, что я хотел бы? Я бы Колизей хотел построить. Где его можно строить? Ну, понятно, рядом арена должна быть. Необходимо соседство с развлекательным комплексом. Ну, кстати, раз тут театралочка будет, то можно Колизей вот здесь бахнуть тогда. Кстати, в Константинополе еще один район можно строить. Блин, может, центр коммерции? Потому что, ну, совсем... Все не думают, что прям так проблемно с наукой, честно говоря. Но вот с деньгами точно проблемы. Так, тут я бы маяк закончил. И в Одессе, наверное, 14 ходов арена, поэтому лучше маяк, а, гавань. Блин, так и гавань 14 ходов. А чего Одесса так? А, я хотел посмотреть, кто вышел в темный век, кроме никого. Ну, из тех, кого я встретил, в всяком случае. Жалко. Вот бы еще у Индонезии что-нибудь отвалилось. Так, тут везде строительство требуется. Но у меня для строительства водяную мельницу сначала надо. Я хочу ускорить строительство, поэтому пошли в военную тактику. Но Индонезия пока не особо далеко, она вот тут. И я думаю, что мне так мы помогут. Так, тут арену. Проложить торговый путь в Гонконг. Отдваивает очки великих людей этого класса. Попробуем, не начисляются ученые, которых у меня вообще нету. А дополнительно, ну, пускай виноград. Хотя, мне пофигу, у меня ничего нету много. Где вино? Давайте. Ну, вот сейчас надо, конечно, Индонезию забирать. Если не получится, будет печаль. Не влияет. Вот я не знаю, почему-то в регионе божестве всегда голосуется против ресурса, которого больше всего у игрока. Хотя у меня винограда, вина всего две штуки. Но, вот, комп всегда против этого проголосует. Так. Сначала я хочу посмотреть, насколько сильно вообще они могут... То есть, видите, они сейчас полностью наносят урон городу. И вот плюс четыре атакмы будет еще. Ух ты, кого я встретил, Кагуану. Вот если бы вы обычными рыцарями атаковали, вы бы, ну, на треть меньше нанесли урона. Так, я сейчас буду получать науку, грабя кампус. Ну, хорошие кампуса у Индонезии. Ничего не могу сказать. У меня тут горы. Слушайте, вот я захвачу Индонезию и решу все свои проблемы с наукой, конечно же. Поэтому это просто очень надо. И почему у меня такой минус уже по деньгам идет от юнитов. Чтобы в следующее добавляться вот эта клетка. Да, пойдем там вырубим. Я вот думаю, кстати, меняется ли у меня монументальность? Что у нас тут вообще еще нормального? Врежденные юниты плюс два военных лагерях. Плюс два к перемещению для всех религиозных юнитов. Ну, реформа денежного обращения точно мне не нужна пока. У меня нету, у меня один караван. Во время городского проекта. По его завершению вы получаете еще 10%. Ну, мне кажется, не сейчас. То есть я бы максимум, если только претерианскую гвардию менял. Но мне и монументальность нравится. То есть я бы покупал рабочих продолжал. Если кто-то скажет, что содержание на рабочих идет, то на рабочих как раз содержание не тратится. Это все от юнитов военных. Такой минус. Причем юниты, которые были созданы в развлекательном районе, вот так вот за Византией написано, что они как раз не требуют содержания никакого. Еще раз. При строительстве ипподрома и здания в нем дается тяжелый кавалерийский юнит, не требующий ресурсов на подготовку и содержание. То есть вот Тагма как бы требует железа, но благодаря способности Византии как раз не тратится никакое железо. Проложить торговый путь, создать правительственную площадь. И эти юниты не должны на содержание ничего тратить. То есть почему у меня увеличивается постоянно минус 4,1, стало минус 4,2 город поставил. Интересные дельцы. Так. Тут сразу покупаю строителя и откладываю один ход, чтобы вот тут вырубить и сразу начать строить акведок. Так, надо посмотреть, где мне промышленную площадь лучше ставить. Мне кажется, акведок стоит сюда ставить, а промышленную сюда, потому что здесь будет ромашка когда-нибудь. Наверное. Ладно. Мне кажется, сюда акведок, сюда промышленную площадь. тут ромашка, то есть эта промышленная площадь с кем-нибудь будет здесь соседствовать. Возможно. Построю ли я когда-нибудь эту промышленную площадь? Сие науке неизвестно. Так. Во всех остальных местах у меня стоит производство, поэтому Shift-Enter делаю. Да. Тут, конечно, ну, прется, но я я хочу грабить. Во-первых, я сейчас убью дуболома. Отлично. Строительство продвинутое. Я хочу строительство, военную инженерию открыть. ну и пойдем, наверное, в замки. Как бы и пастбище тоже хотелось бы. А, ну, слушайте, феодолина сейчас откроется, поэтому давайте после строительства, военную инженерию стремя. Что там, плюс еда к пастбищам. Так, значит, убиваем. и грабим. 42 науки. Кринак. Красопед. Так, второй тагмы пока нету, да? Делаем так. Крестовый поход. 65. У меня сейчас тагма рядом с бадунгом. 65. Какой ближайший юнит на такую силу вообще? Ну, стрельцы и пикинеры могут только против атак вообще из наступающих кирасиры. Кирасиры только. Понимаете, да? Насколько сейчас тагма. Это при том, что только плюс 4 они друг от друга имеют. Блин, а как так-то? Почему тут я ж вроде забрал получается уже город. Надо будет разграбить караванчик, иначе деньжат нету. Вот это я теперь понимаю, Византийская империя. Вот это мы уже империм тут потихоньку. Тут просто вообще нету пресной воды, тут Акведук очень-очень хорошо зайдет. Так, отремонтировались. Блин, я даже не знаю, ну, поедем, наверное, туда все-таки смотреть. У меня стоит, сколько тут территории вообще никем не заняты, никого нету. Темпломайор неизвестный игрок закончил. кого обстреляли? Как мне там ученика обстреляли, блин, рыцарь прибежал. что будешь делать? Новые строители антикавалерийских юнитов и фермы с плантациями еще по плюс еде. ну тут а что будет в наемниках? Ну, на улучшение юнитов понятно. Ладно, захватываем бадунг. То есть, блин, я был сначала рыцаря проатаковать. Опять туплю. Ну, потому что я сейчас потерял минус 10 от него. Против него. Потому что захватил город и город стал моим. Сильно отваливается. Ну, минус 2,9. Собственно, давайте Виктора сюда. Что я? Зря его что-либо прокатил. Виктор до сих пор не работал. Вот сейчас только он мне в тему. Так, сколько мы еще получим? 44 науки. Да, вот это тупо я, конечно, сделал. Реально, плюс 10 я бы мог этого рыцаря убить. У меня эти имели плюс 10 и этот плюс 10. Рыцарь бы умер, а я без этого захватил бадунг и потерял плюс 10. Какой я молодец. монумент, потому что он лояльность дает, потом амбар. ремонтируем кампус, конечно, отвратительно стоит, вообще просто ничего не дает. но он убьет меня этого лучника, если я проатакую, поэтому надо отойти. то есть может вырубить уже трис этот. Так, тут обрабатываем скот. Мы еще, кстати, и от пастбищ через два хода получим еду. Поэтому города по идее так. Константинополь пока не может расти. Есть у нее что-нибудь на жилье нету. Трапезунт растет. Никея. Никея может расти. Блин, мне бы в Никее конечно Петру. Но мне для этого эта клетка нужна и эта. То есть фиг. О! Приехала катапульта, прям говорит, убивай меня полностью. Ну лады. Че я сопротивляться буду. Так, Никея Херсонес строится. Тернатия. Ну два хода еще может вырасти. Антиохия не может вырасти. Так, тут так делаем. Откуда бы я ходил? Ну, я все равно в Антиохии буду строить караван. Ну мне надо конечно на деньги отправлять. Там по-моему даже какой-то город государства хочет. Караванчик Гонконг. Кстати, я Кагуану скорее всего смогу обратить в веру, потому что а почему тут уменьшается? А, это католицизм мне кто-то при... Какой-то католицизм франция что-ли тут уже распространяет говнину свою? Вообще охреневшая полностью. Ну, вот кстати, вот тут можно будет потратить веру на миссионеров, чтобы вот это вот нафиг вычистить. Так. тут были какие-то варвары, но походу Гонконг уже разобрался. Ну, 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 давайте вот эти бананы пообрабатываем. Так, амбар в Никее завершен. Амфитеатр. Ну, вот стоит ли акведук строить? Это будет плюс два жилья, да? А где я здесь поставлю промышленную зону тогда сюда, что ли? Страшно? Ну, ладно, давайте. Держу этих овец, не знаю, может, стоило вырубить, конечно. корина стремя. Интересно, будет ли у меня селитра. Так, а я тут никак не могу дальше эту фигню продвинуть. Что-то я захватил бадунг, а денег мне не дали. и вот какой-то минус даже появился еще больший. Какие-то реальные проблемы с деньгами. Я не собираюсь ей ничего подавать. Так, селитры у меня походу дофига. Да, реально дофига. Блин, а где еще одна была? Тут еще селит. Ну, все, Петру я уже не построю. Она, по-моему, на холмах не строится. Да, без холмов. Класс. И селитра так еще расположена, только, может, некие будут иметь плюсик какой-то. А где еще селитра третья была? На моей территории. Наверное, где-то под городом. Ну-ка, ну-ка. А, под этим. Под ипподромом. Ну, и ладно. Так, что у нас с караванами? Гонконг плюс три денег всего лишь. Ну, что это? Что так мало? Ну, я в Гонконг отправлю. мне даже это найти надо для того, чтобы вот тут реку, дорогу провести. Совсем мало. Так, должны, по идее, убить лучниками. Отлично. 24 веры. Вот эта штука классная. Ничего не могу сказать. Так, давайте, наверное, подойду. Ой, там он стрелять может, но все равно апаю. тоже подхожу апаю. Блин, я не знаю, как мне тут, мне надо будет врываться и размещать здесь эти тагмы. но плюс 10, я не, конечно, не знаю, как они будут меня сейчас обстреливать, у меня плюс 10 в этом джамбе, это круто. Это все очень круто пока. Вот там уже стены. Вот интересно будет посмотреть, как... Но все равно сила города 43, то есть это берется только в путь. Я все смотрю на таксис, когда он станет не плюс 3, а плюс 6. Видимо, священный город индуизма все никак не обращу. Да, блин. Да дайте куда-нибудь пролезть хоть что-нибудь посмотреть. Не знаю, наверное, пока стоит поберечь всех всех послов. Мне бы хоть какой-нибудь... О, рынок построился. Еще один, значит, караван можно делать. Мне бы... Слушайте, тут у нас, кстати, еще и район можно. Давайте мы, наверное, караван в Антиохии лучше построим. три хода. В трапезунде я бы какой-нибудь район сделал. Кстати, тут дам бы 12 ходов это долго. Блин, вот я поставлю промышленную зону как раз там, где производство хоть какое-то. я бы еще очень хотел колизей, но колизей надо вот здесь ставить. Так, тут уже это строится, это построено. Просто вот смысл, есть ли смысл мне промышленную площадь ставить в трапезунде? Она будет давать плюс одно производство, а я уберу две еды и три производства. В городе вообще не будет никакого производства. может тут ипподром пока сделать? Только где? Вообще тут, кстати, ипподром надо вот тут ставить. Либо тут, либо тут. Потому что соседство с театралкой. давайте наверное вот сюда. Ну чтобы клетку не выкупать. Сюда ипподром. То есть мне нужен рабочий сюда. Вот так долго будет хоть ну что купить рабочего. Надо бы влян конечно покупать, но тогда я не смогу следующим ходом тут вырубить. вот здесь пока беру. Так трапезунт мы откладываем на один ход строительства. Ну и заканчиваем. Посмотрим какой мне сейчас урон тагми могут нанести. Интересно, компьютер понимает, что вот он специально так так что он ну не знаю мне наверное что смысл ставить эту карточку просто потому что у меня нет денег вообще никаких для апгрейда. Он специально так стоит чтобы тагмы сюда не влазили, но я все равно наверное этого убиваю. Так вообще у меня должны быть очки эпохи должны дать. Вот сейчас я увижу наконец складываются тагмы или нет. А хрен не складывается. Это вам не Лионера ребята. Не складывается. А у Лионера прям так и написано что от каждого юнита да так и написано плюс 4 за каждый юнит Лионера в соседней клетке. А у тагмы написано просто плюс 4 в пределах одной клетки от тагмы. Ну значит это не так насколько круто. Вот вы знаете если бы не крестовый поход тогда так тагма так господи так тагма тогда получается не особо крутой этот юнит это рыцарь который находится намного дальше чем вот стремя ты открываешь и реально плюс 4 всего лишь рядом с ней ну серьезно точнее это не серьезно ну джамби я точно возьму я думаю катапульту катапульту вот эта способность обращать города в свою религию когда убиваешь юнита это круто конечно а тагма плюс 4 получается так сколько городов моей религии католицизм 11 православие 10 индуизм 4 северная экспедиция происходит так тут мы вырубаем ставим ипподром ну и то что пожалуй все-таки нету содержания от юнитов построенных в ипподроме ну с помощью вот этого свойства ипподрома это тоже важно несомненно блин как бы мне производство в Эдессе сделать интересно что-то как-то вообще грустно тут и клетки никакие не купить наверное все-таки монументы построить так и знаете что и выйти в меркантилизм меркантилизм далековато нужна ли мне теократия вместо монархии пожалуй что да тем более сейчас два рынка у меня уже будет я в Константинополе рынок сейчас буду строить два хода ну там карточки даже более ну в теократии вы мне не нужны три военных карточки в монархии что там еще у меня монархия делает 50 очков 50 процентов очков линия нафига мне это теократия скидка на все покупки за веру я смогу еще рабочих понакупать кстати в бадунге бы надо рабочего прикупить ничего не делается тут какого вероятность что вот эта клетка выкупится низкая о боже приближаются варвары что делать что делать алярма так тут мы лесопилочку бахнем о у меня наконец-то в плюс 5 деньги пошли да у меня реально медленно клетки присоединяются а ну я к этим момент построен так что можно не пенять какая у нас следующая должна присоединиться 6 ходов вот это тоже наверное вырублю здесь тропический лес это нельзя какой-то рабочего ну давайте в бадунг но ему там делать тоже особо нечего я там купил рабочего конечно ладно я наверное веру все-таки либо укрепить свою религию либо вот это зачистить так что давайте уже пока рабочих не тратить я возьму теократию и куплю апостола как минимум вырублен отлично так растет 5 ходов амфитеатр монумент эти монумент где нету монументов будут строить монумент потому что медленно клетки присоединяются может не не хочу пока селитры торговать так сейчас посмотрим как атакуются стены как города со стенами атакуются этими тагмами ну 43 силы это терпимо 50 монет всего ну хоть хоть какие-то деньги так а что за чудо небольшой бассейн так смотрим ну это правда плюс 10 вау просто стен ну 43 силы правда но вообще это круто да ничего не хочу сказать это примерно как казаки в свое время приходят и разбирают города на кирпичики давайте наверное уберу здесь болото минус 10 не будет минус 10 да кстати давайте после акведука я монумент наверное поскольку там амбар так ну слушайте из-за византии еще получается неплохо вообще много городов стоять потому что ипподромы решают проблему нехватки счастья да джамби падает сколько городов вообще осталось в Индонезии 3 в чем столица вот тут явно а тут это бима там какая-то рисика поработать что ли а сколько апостол так стоит купить 200 то есть с стеократии 175 по идее должен стоить да блин что ты ты за мной гонишься уйди нехороший человек блин тут конечно стоит кампус наверное построить тут плюс два но это за счет соседства ну что имеет смысл выкупить клетку и строить кампус уже ну потому что я отстаю то есть здесь коммерческий район нигде нормальный не построить театралка ну пока мне кажется а ну давайте пока монумент сейчас подумаю еще с кампусом ну просто если смотреть на Францию и Индонезии 63 было 100 ну вообще да города захватывают с другой стороны но если смотреть на Францию и Индонезию я не сильно отстаю меня вот Корея настораживает так Виктор тут какой мир ну успокойся ты уже никакого мира не будет когда когда она это поймет интересно стратеги в гильдиях что-нибудь принимать бонусы это не сработает не сработает кстати а у меня есть эта карточка может мне уже поставить на на а нету этой карточки да может блин реформа денежного обращения ну хотя у меня 100 монет или торговую конфедерацию ну у меня пока у меня уже 4 4 каравана может быть так ладно сначала надо катапульту завалить потому что я могу лишиться опять же плюс 10 теперь валим джамби видите не лишился бы плюс 10 это к другому городу относится так в Индонезии два города осталось может мне Кагуану забрать Сандок Трипхувана а способности какие у Кагуаны что он отдается здесь плюс 1 единица культуры за каждый примыкающий бонусный ресурс и развлекательный комплекс а это боти ботей надо строить не наверное не знаю что-то ладно я подумаю забирать не забирать так рынок здесь здесь есть караван но меня вообще из бадунга надо отправить вот у меня тут дорог практически нету ай блин знаете что пора в Константинополе купить клетку и построить уже колизей я так считаю блин 85 дорого е-мое не ну колизей же круто будет согласитесь дает два очка культуры лояльности заход и довольство всем городским центром в радиусе шести клеток я вот тут ставлю то есть это будет работать так на никею не будет работать но работает на трапезунт 3 4 5 на тернате 3 5 6 на эдессу 3 4 на антихе к сожалению нет и на херсонес ладно давайте тут торговца пока вот тут мне надо было исследовать сколько у нас до следующего хода еще есть время но у меня уже видите мне требуется 31 очко 31 очко замки потом наверное образование откроем блин корея а ну корей еще в промышленной рену все равно это очень далеко уже как-то нездорово имху так этот отбегал караван уже все-таки из бадунга бы отправил этот караван опять же для для дороги а вот из антиохии это типа вот это антиохийский а какой-нибудь еще город государства хочет обращение веру правительственная площадь обращение веру а до парижа он типа не проложен конечно надо было открыть как-то территорию франции но с другой стороны блин не территорию кореи бы стоило открыть ну блин так мало денег вообще ну как гуана вот 4,9 может к гуану пока отправить но она будет давать 4,9 из любого другого города может тогда из тернати отправить лучше тогда дорожка из бадунга я куда-нибудь в свой город хотя тоже на деньги надо бы ладно давайте из тернати лечимся тут обрабатывать ничего нет смысла из-за извержений постоянных ладно пойду к янтарю надеюсь будут деньги выкупить его популять сюда нафиг не любят нас там вот добежали так ну я думаю можно пойти тусить этим мечником я думаю с этим лагерем разберусь это старый лагерь там явно еще копейщик стоит ну что опять потратить ну а смысл строить здесь строителя согласитесь давайте потрачу на строителя начал бы с центра коммерции причем я бы его здесь поставил а как у нас с кампусом один два ну тут должен быть где-то на плюс три к боту а блин тут янтарь ладно я отложу один ход я хочу здесь болото осушить и поставить центр коммерции поэтому не будем пока тут ничего выбирать строить так в антиохе один ход и можно будет построить так тут жилья 10 довольство плюс 1 давайте наверное арену пока дальше имеет имеет ли смысл лян прокачать на аквакулинар на имеет кстати нормально здесь пойдет сколько тут зарядов у чувака три вот давайте им и поработаем в трапезунде арену арену тут конечно акведук не знаю как мне в трапезунде ну до меркантилизма очевидно никак я в трапезунде не сделаю побольше производства так все производится там отложено shift enter ну и на этом закончу серию такая немножко медленная тягучая но мне надо было продумывать как тут в тагмы выйти как ими что делать корея осудила вот если мне корея объявит войну это будет с другой стороны 387 против они обычно не особо объявляют война войны цивилизациям которых больше сила на этом все напоминаю спонсоры канала прямо сейчас могут посмотреть продолжение во вкладке сообщества все остальные увидят его завтра спасибо что смотрите всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока субтитры